Традостана. А мы же переходим к следующей схватке. Вторая пара Юи Сакано и Жумалага из Китайской Народной Республики. Еще одна представительница Японии. Сегодня пока в финальном блоке спортсменки из страны восходящего солнца не уступали. Сегодня мы увидели в финале Ремину Яшимота. Золото в весе до 50 килограммов. В весе до 55 килограммов Рино Катаока завоевала бронзу. И это третья по счету японка Юи. О невероятных результатах японских спортсменок в 2022 году на чемпионате Азии в Монголии мы уже говорили, отмечали. Еще раз отметим, что в прошлом году сразу 9 финалисток было из Японии. Из них 7 завоевали золото и стали лучшими на том турнире. Это лишнее тому подтверждение, лишнее доказательство, на каком уровне находятся японские спортсменки. Посмотрим, возможно, представительницы Китайской Народной Республики удастся навязать свою борьбу сопернице и добиться результата. Первый период начался. Плотный захват у Сакана. Что дальше? Пытается тут же она... Добраться до ноги соперницы. Сейчас устное предупреждение от судьи. Стойки очень вязко действуют. Кто первый пойдет на риск. Пока что никто не торопится проход в ноги выполнять. Это всегда рискованно, поскольку можно нарваться на контрприем. Поэтому... Да, это самый распространенный и самый, так скажем... Наряду с эффектностью можно добиться и эффективности. Самое главное, результативности. Но не все рискуют. Вот, кстати, вот Диана Каюнова рискнула. Получилось, смогла сократить отставание. Но максимум не смогла показать. Да, сейчас уже предупреждение... Итаянки. Активити тайм. Нужно, нужно сейчас переключаться. В ином случае соперница заработает один балл. Поэтому... Есть еще 15 секунд в распоряжении у Китаянки. Балл Сакана зарабатывает за то, что соперница не смогла использовать свои отведенные 30 секунд для активных и результативных действий. Забегая вперед отметим, уважаемые телезрители, что у нас впереди еще один поединок, еще одна схватка в этой весовой категории. Мы отметим Елена Шалыгина. Совсем скоро появится на ковре. Шалыгина, напомним, весит до 68 килограммов выступает. Так что сразу после этого поединка на ковре появится наша соотечественница. Ну и таким образом... Давай, давай, Брю! Давай! Нам остается дождаться появления и... В целом, несмотря на вес... Первый период завершился. Китаянка по-прежнему здесь пока что рано говорить о успехе японской спортсменки, поскольку всего лишь один балл у нее в активе. Так что... Китаянка еще может рассчитывать на успех. Свой активити тайм не использовала Китаянка. Сакана сейчас, сейчас оказывается в незавидной ситуации, но пытается выдавить соперницу, хотя очень здорово Китаянка меняет, да, свою позицию на ковре. И сама сейчас балл старается заработать и, собственно говоря, добивается своего. Могу блокирует, но и Сакана сейчас корпус фиксирует. Тоже лучше использовать для себя эту позицию, но, очевидно, Сакана. Сакана сейчас балл. Успела заработать. Арбитр по-прежнему дает возможность улучшить позицию, довести до логического завершения данную ситуацию, данную позицию. Но уже все. Раздается свисток, поднимает участниц этого финального поединка судья. И на табло 1-3 по-прежнему Сакана имеет преимущество. Но если Японка весь первый период ввела в счете 0-1, сейчас уже совсем другие цифры на табло. Хотя и два балла сложно назвать преимуществом, тем более что Китаянка сейчас начинает, ну, так скажем, поддавливать. Нет. Ложное движение. И пока что рано списывать со счетов Китаянку. Да, всего лишь минута остается, но Китаянка пытается своим напором взять. Ну, а Китаянка, в свою очередь, все очень грамотно тактически делает, блокирует соперницу, фиксирует шею. Ну, в такой позиции сколько угодно может находиться Сакана на самом деле. Сейчас ей ничего не угрожает, а вот Китаянке нужно что-то менять. 30 секунд, половина минуты. Это рискованно было для Китаянки, но проигрышная ситуация ее подстегивает вот к таким действиям. Да, Сакана все контролирует. Сакана все очень грамотно выполняет. Меняет позицию, пытается за спину зайти. Ну, и, кстати, Сакана сама уходит с края ковра. Ситуация была опасной. Ну, и вот еще, пожалуйста, два балла. Спину забрала. И время на этом завершилось. Даже если бы не эти два балла, в любом случае 1-3 было на табло. Но еще два балла в самой концовочке, на ленточке, как говорится. И со счетом 1-5 завершается этот поединок. Очень упорный, очень непростой. Юй Сакана. Становится чемпионкой Азии. Таким образом, вторая представительница Японии сегодня, в первый день соревнований женской борьбы, становится сильнейшей в своей весовой категории.